Ну что, рассмотрев место Писания, ряд мест Писания, рассмотрев, скажем, несколько моментов, связанных с тем, что такое история и как Бог открывается нам через историю, значит, давайте мы сейчас, в принципе, и обратимся к Писанию, поскольку все то, что должно произойти, Бог открыл с самого начала, и произошло это в Эдемском саду. Давайте мы откроем эту историю, когда произошло грехопадение. Вообще изначально даже, если мы посмотрим, как разворачивается история сотворения, то можно увидеть, что она сама по себе уже эсхатологичная. У меня, честно говоря, даже напрашивается такое сравнение. Вот знаете, бывает, что книжку открываешь, и у нее содержание книги в начале написано. И ты можешь посмотреть, где какая глава, на какой странице. Значит, и, честно говоря, вот первую главу бытия, которая начинается тем, что в начале сотворения Богом небо и земли, земля была безвидна и пуста, дух Божий носился над бездной, и дух Божий носился над водой. То есть мы видим в начале тьму, значит, а в конце мы видим уже земля, устройство вселенной, светило, все замечательно, Бог сотворил человека, поставил над всем творением, и посмотрел Бог на все, что он сотворил, и вот хорошо весьма. Можем ли мы сказать, что сейчас все хорошо весьма? Кто полностью доволен всем тем, что он из себя представляет, чем он занимается, и вообще своей жизнью, тем, что он имеет? И ты доволен тем, что ты из себя представляешь сейчас? То есть ты готов предстать перед Господом? То есть тебе каяться не в чем, и исправлять больше нечего. Ты само совершенство. То есть есть еще над чем поработать, да? А как ты думаешь, если Господь закончил бы работу в тебе? Вот настолько, что вот сказал бы, вот хорошо весьма. То есть вот это Боря, это Ишуа, два близнеца брата, разницы никакой. Ведь мы же в принципе, судя по Писанию, стремимся к тому, чтобы преобразиться в образ сына, правильно? Можешь ли ты сказать, что в твоей жизни все настолько хорошо весьма, что вот ты можешь заменить Ишуа? Нет, конечно, замечательно. А у кого-то, может, есть другие варианты? Ну, то есть на самом деле мы знаем, Писание говорит, что мы не знаем точно кто мы, единственное, что мы знаем, что мы, а, мы не знаем, кем будем, но мы знаем, что мы дети Божьи. И когда мы встретимся с ним лицом к лицу, познаем его, подобно, как сами познанные. То есть сейчас у нас идет процесс познания Бога. И жизнь вечная в том и состоит, чтобы познавать Бога и познавать посланного им Мессию. А в себе то, что увидел в Мессии, отразить. То есть, ну, если так сравнить, мы должны быть как зеркало, в котором мы призваны из зеркала для того, чтобы отражать славу призвавшего нас чудный свой свет. То есть славу Мессии отражать. А поскольку мы еще ходим в этой плотской природе, то есть Бог нас не освободил еще от наших тел, Он дал нам новый дух, новую жизнь, Он сделал нас новым творением, но это все духовно. По плоти мы пока ходим вот так вот. И поэтому мы еще не можем сказать, что вот в нашей жизни все хорошо весьма. При всем при этом написано великое приобретение быть благочестивым и довольным. То есть мы должны удовольствоваться тем, что нам Бог определил на этой земле. Так вот, я когда так вот посмотрел на первую главу, где начинается все с тьмы, с хаоса и заканчивается вот хорошо весьма. Значит, увидел, что это, можно сказать, ну, как своего рода, вот это вот содержание всей Библии. Потому что в конце книги Откровений мы видим таки хорошо весьма. То есть другими словами, по-настоящему книга называется, начинается со второй главы. И, ну, как, я сейчас просто говорю именно свое видение, свое понимание, потому что это относится к нашей теме, к эсхатологии. То есть первая глава, где описывается творение, мы видим то, что Бог сотворил, значит, и то, что Он намерен осуществить в нашей жизни, и в истории человечества вообще. И в конечном итоге, если мы сравним вот конец первой главы и конец книги Откровений, то мы видим, что они описывают, в общем-то, одно и то же. То есть и там все хорошо весьма, и там все хорошо весьма. И там нет горя, нет болезни, нет проклятий. Значит, и там нет ничего такого подобного. И там Бог господствует над всем, и здесь Бог господствует над всем. Поэтому можно сказать, что история сотворения, она таки весьма эсхатологична. То есть мы, по крайней мере, имеем в этом надежду, что если мы будем послушны Господу, то Он доведет нас до этого радостного конца. Как Ишуа говорил, я хочу, чтобы радость ваша была совершенной, и Он может довести нас до этого. Мир этого не видит, потому что у него нет этого светильника, который имеем мы. Хотя оно доступно, но мир просто не видит в этом какой-то ценности, какого-то авторитета в Писании, и поэтому не обращается к этому светильнику. Мы же можем узнать кое-что о своем будущем из Писаний. Поскольку мы знаем, что сейчас у нас не все хорошо, и с Писанием мы можем узнать, почему не хорошо. Потому что некоторые мирские теории, они говорят о том, что человек, ну он просто, как бы он должен расти, он должен возрастать духовно, познавать что-то, самосовершенствоваться для того, чтобы в конечном итоге стать тем, кем он должен стать. И на эту тему есть тоже масса и художественных произведений, и каких-то теорий, и философских концепций. Но при всем при этом они не учитывают такой простой вещи, что камень сам по себе живым стать не может. А мы все созданы из праха земного, и, то есть, по сути, из того же, из чего состоят камни, из чего состоит земля. Значит, и если к нам не будет приложено усилия извне, то есть от Бога, то самостоятельно мы не можем ничего. И Ишуа говорил также, что без меня не можете ничего. Значит, и из Писания мы можем знать, с чего началась вся наша веселая история. Значит, книга Бытие, вторая глава. Кто-то может хочет прочитать. Продолжение следует... Продолжение следует... Дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Из Эдема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки. Читаем дальше. Имя одной — Фессон. Она обтекает всю землю Хавилу. Ту, где золото. И золото той земли хорошее. Там и Бдуллах, камень Оникс. Имя второй — Гихон. Она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки — Хидекель. Она проистекает перед Осирией. Четвертая — Каефрат. И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедовал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь, от него смертью умерешь». Все, стоп. Спасибо. То есть мы видим, что когда Господь устроил все на земле, Он, приготовив все необходимое для того, чтобы человек мог обитать на земле, Он поместил человека в Эдемский сад. Причем интересно, что Эдемский сад на востоке, то есть это была небольшая часть земли, которую Господь создал. И эта часть была отдана во власть человеку. И у человека была цель и было занятие, которое ему было поручено. Он должен был возделывать и хранить этот сад. Хранить – это значит, что этот сад должен как минимум оставаться в том состоянии, в котором он его получил. Возделывать – это как максимум. Он должен становиться лучше и, возможно, шире. То есть раввины делают из этого такой вывод, что у Адама была задача распространить Эдемский сад по всему лицу земли. В контексте первой главы мы видим, когда Господь благословил сотворенного человека, Он говорит – плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, владычествуйте, господствуйте. А в Эдемском саду он занимает только небольшую территорию. И отсюда мы видим, что человек получил задание распространить вот это вот царство Божье по всему лицу земли. Понимаете? То есть, интересный момент, уже здесь присутствует определенное избрание. Бог избрал определенное географическое место, избрал определенную личность, поселил эту личность в этом месте, эту избранную личность в это место, которое избрал, и дал определенную задачу, поставив определенные конкретные цели. Понимаете? Значит, и для того, чтобы достигнуть этой цели, мы видим из истории создания Адама, то есть, история уже в Эдемском саду, мы видим, что, ну, судя по всему, Адам самостоятельно не очень-то и мог справиться с этой задачей. При всем при том, что он был совершенным, при всем при том, что он общался с Богом, значит, Бог говорит, нехорошо быть человеку одному. То есть, а, и Бог говорит, сотворим ему помощника соответственного. Значит, в оригинале стоят немножечко другие слова. Там говорится, помощника против него. Ну, то есть, звучит как противоречие. Почему против него? Значит, еврейские мудрецы делают такой вывод. Если мужчина будет исполнять волю Всевышнего, то жена будет ему помощницей. Если мужчина не будет выполнять волю Всевышнего, то жена будет ему противницей. Я вам скажу, что есть доля истины в этом, потому что, если мы посмотрим на мирские семьи, не знающие Бога, то есть, я не говорю за все, есть неплохие семьи и в миру, но в основной своей массе, особенно в наше время, к сожалению, это борьба, это противостояние. Причем, чем радикальнее муж уклоняется в грех, тем радикальнее жена почему-то ему противится. Но я хочу сказать, что когда я размышлял над этими отрывками, над этими местами Писания, я увидел еще одну такую историческую, пророческую перспективу. Мы знаем, что церковь произошла от Израиля, в принципе, так же, как Ева произошла от Адама. Мы знаем, что у Бога был замысел в отношении Евы, чтобы она была помощницей в распространении Царства Божьего. Мы знаем, что в тот исторический момент, когда родилась церковь, а это произошло где-то 14-16 лет после сошествия Духа Святого на апостолов, значит, когда родилась церковь, не все евреи, к сожалению, приняли Ишуа. Мы знаем, что немало из Писаний, мы можем увидеть, что сотни тысяч. Вот синодальный перевод в этом моменте немножко грешит. Вы помните вот этот вот отрывочек, вот этот эпизод, когда Павел пришел в Иерусалим на праздник, значит, и он встретился с Яковом, и Яков говорит, что среди иудеев ходят слухи, что ты учишь нарушению закона Моисея. Вот чтобы эти слухи рассеять, чтобы доказать, что они не обоснованы, вот у нас есть один человек, который взял на себя обед, и он должен понести некоторые расходы. Возьми эти расходы себя и сам пройди вот это вот все, и тогда все увидят, что ты исполняешь закон Моисея, и все будет нормально, эти слухи рассеются. И при этом Яков говорит, посмотри, вот десятки тысяч иудеев, уверовавших, и все они ревнители закона. Это в синодальном. А если мы посмотрим в греческом, там не десятки, там сотни тысяч уверовавших иудеев. То есть, ну, понимаете, когда кто-то переводил, кому-то не понравилось, что их было сотни тысяч, и решили взять и обрезать. Так вот, при всем при том, что сотни тысяч иудеев уверовали Вишуа, мы знаем, что достаточно большая часть народа не приняла его. И из многих других мест писания мы знаем, что Бог поднимает язычников для того, чтобы возбудить ревность в евреях. И тем самым церковь из неевреев именно своей верой, своим праведным хождением пред Господом помогает Израилю вернуться к своему Богу, исполнить свое предназначение и распространить Царство Божие по земле. Точно так же, как и Ева в Эдемском Су должна была помогать Адаму в исполнении. Но мы видим, что изначально, даже в самой постановке вопроса помощник против него, мы видим, что возникает определенная конфронтация между заложена определенная конфронтация, определенное противостояние мужа и жены. Но эта конфронтация, она должна служить исполнению Божьих планов. И мы видим, что дальше в истории постоянно присутствует какая-то конфронтация между тем, кто призван, и теми, кто находится рядом. Тот же Измаил и Ицхак, тот же Яков и Исав противостояние. Причем, скажем, анализируя последнюю недельную главу, у меня в субботу не было, к сожалению, но я тоже размышлял, анализировал над тем вопросом, с кем же боролся Яков. И как бы, ну, не вдаваясь подробностей, с кем же он боролся, там есть несколько моментов, которые меня подвели к такой интересной идее. Значит, в оригинале написано, что боролся он с человеком, с мужчиной. Там стоит слово «иш» – мужчина, муж, человек. Но при всем при этом Яков видит в нем не просто человека, но человека, имеющего божественную, ну, сверхъестественную природу, или, по крайней мере, это человек больше его. И он требует, почему он требует у него благословения? Потому что Писание говорит, что беспрекословно, больший благословляется меньшим. Ой, меньший благословляется большим. То есть только больший может благословить меньшего, но никак не наоборот. И интересный момент, почему Яков называет это место Пенуэл. Буквально переводится как «лицо Божье». Правильно? В еврейских переводах на русский язык вот это вот, там вот эти вот слова, слово «элогим» стоит. «Видел лицо Божье». Они перевели как «лицо ангела». В синодальном переводе вот как раз-таки этот момент, он точнее переведен «лицо Божье». То есть на самом деле Яков после встречи говорит «я видел лицо Божье». Интересно, что с Яковым произошли радикальные перемены. Он до этой встречи, он боялся встречи с Исавом, потому что у него была конфронтация с Исавом с самого начала. Мы знаем, с того момента еще, как они были в очреве, они еще ничего из себя как личности не представляли, еще ничего не делали, но Бог уже говорит, что вражда между этими двумя народами. Значит, и Яков боится Исава, потому что Исав человек воинственный. У Исава намерение, посмотрите, он взял с собой войско 400 человек, тем временам это целая армия. Для того, чтобы встретиться с братом, зачем ему армия, чтобы встретиться с братом? Понятно, что намерения его были не лучшие. Значит, но интересно дальше. У одного намерение уничтожить младшего брата, у другого, ну, понятно, человеческий страх перед этой встречей. И мы видим, что Яков разделяет свою семью на два стана и говорит, что может быть, если одних поразит, то хоть вторая половина останется. После встречи у Якова страх отсутствует, потому что первые, кого он представляет, он представляет своих жен и детей. То есть он после встречи вот с этим существом, после этой борьбы, он станы собирает воедино, когда встречается с Исом. Он представляет жен, детей. У Исава изменяются намерения. А мы знаем из Писаний, что если человеку угодны пути, если Богу угодны пути человека, то он примеряет с ним и врагов его. Понимаете? Значит, и интересный момент такой. Помните, когда к Ишуа пришли ученики и говорят, вот тут есть ребята, которые именем твоим бесов изгоняют, мы им запретили. Он говорит, не запрещайте, потому что если они не против вас, то они за вас. О чем вообще говорит вот это вот место, если Богу угодны пути человека, то он примеряет с ним и врагов его. Может ли быть что-то общего у света с тьмою? Может ли быть что-то общего у Бога с Велиаром? Нам Писание же задает этот вопрос. Какой смысл Богу примерять угодного ему человека с тем, кто ему не угоден? Но если он примеряет, стало быть, у того человека, который враг, его пути тоже угодны Господу? Понимаете? Или не совсем? Момент такой, момент такой. Писание нам четко говорит, что не становитесь под одной армой с неверными. Дружба с миром, вражда против Бога. Отсюда мы делаем вывод, что если Бог примеряет человека, ходящего его путями, с врагом, стало быть, у врага тоже пути Божьи, только они почему-то враги. Ну, не всегда, но бывает такое. Микрофон, 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 микрофон. Там написано, что Бог примеряет врага. Он не говорит, что он там после этого уже как бы другом становится, праведником. Просто он не становится врагом, но уже не друг. Просто, чтобы не было этой конфронтации, чтобы ради этого человека ему лучше жилось, потому что он праведник был. Ну, ты знаешь, насколько я знаю из Писаний, Бог периодически создает, наоборот, такие оппозиции. Вспомни, когда Моисей пошел к фараону. Угодны были Богу пути его, пути Моисея? Почему он не примирил фараона с Моисеем? Почему он ожесточил сердце фараона? Чтобы показать свою славу над Египтом. Замечательно. А разве Бог бы не прославился, если бы фараон согласился выпустить народ? Прикинь, такой жестокий, злобный фараон, и вдруг раз, покаялся, согласился, отпустил, денег дал в дорогу. Прославился бы? Ну, слабовато. Если казни покруче. Нет, тут просто прослеживается немножко другая идея. На самом деле мы видим, что сколько сейчас церквей совершенно разных, динаминаций разных. И всегда ли они живут в мире друг с другом? Далеко не всегда. Бывает очень серьезное, ожесточенное, враждая противостояние. Но при всем при этом и те, и другие ищут путей Божьих, ищут воли Божьей, и стремятся исполнять. То есть в Божьем замысле на самом деле не разделить, не столько разделить человечество, сколько все-таки объединить, но на Божьих условиях. То есть Бог желает, чтобы его познавали. Так вот, когда Бог примеряет человека с врагом его, я делаю из этого вывод, что тот человек, который так, он тоже ходит путями Божьими, но только люди на своем человеческом уровне почему-то по какой-то причине еще не нашли общего языка, не нашли примирения. Значит, смотрите, еще такой момент. Вот те же ученики Шуа, которые возбраняли, ну, запрещали теми сгонять бесов, исполняли волю Божью, и эти исполняли. Только эти почему-то, потому что они рядом с Мессией, решили запретить тем. А Ишова говорит, не, не надо этого делать. И вот в истории Якова и Исава прослеживается, в принципе, та же самая идея. Бог имеет некий благое замысел и для Исава, и для его потомков. Точно так же, как и для Измаила. Потому что про Измаила мы читаем, Бог был с ним. Про Измаила Бог говорил, что Он произведет от него 12 царей. То есть, мы видим, что далеко не всегда те, кто выступают против, они являются врагами. Еще один интересный момент, кстати говоря. Когда Бог вводит народ в землю Ханан, Он дает некоторые заповеди в отношении других народов, пришельцев. и Он акцентирует внимание на том, что египтяне, Он особенно выделяет, я вот найду потом это место, мы прочитаем, может быть, даже сейчас попробую найти. Ну, ладно, я сейчас искать не буду, я так вкратце просто передам идею. Значит, там Бог говорит о том, что не притесняй египтянина, потому что ты был пришельцем в его земле. То есть, другими словами, ты был гостем у него. Значит, и не притесняй потомков Исава, потому что они братья твои. Так извините, египтяне воевали против Израиля. Да? Значит, Эдом Исав воевал против Израиля. А про Амаликитян сказано, а этих уничтож на корню. И Амаликитяне тоже воевали против Израиля. Только Бог почему-то на эту вражду смотрит по-разному. То есть, не всякий враг тебе враг, и не всякий друг тебе друг. Потому что только Бог знает, какими путями ходит тот или иной человек, тот или иной народ. И только Он знает, к чему в конечном итоге это все придет и приведет. Я вам скажу, я когда только покаялся, у нас в домашней группе был один брат. И я не скажу, точнее, я скажу, что я был далеко не в восторге от него, потому что он очень много пил до покаяния. И так достаточно серьезно. Он был бомжом. И естественно, его умственные способности из-за этого атрофировались. И мне не о чем было с ним поговорить. реально, вообще. Я вам скажу, я его органически не переваривал, потому что он тупой такой, я думал внутри. При всем при этом, я вам скажу, что у него тоже не было о приязни в мой адрес, потому что он считал, что я слишком умный, что я постоянно выпячиваю себя, умничаю, там, все такое. То есть у нас была взаимная вражда и неприязнь. Я вам скажу, что по прошествии некоторого времени вот он решил реально служить Господу. Он пошел в колледж, он закончил колледж, Бог призвал его, и он взял свою семью, поехал на север Молдавии, и он там организовал церковь. Бог через него организовал церковь, и он уже несколько лет там пастырь. Я вам скажу, Бог его настолько радикально изменил его, вот Бог, что я вот приезжаю когда к нему, сейчас мы с ним друзья, реально. Значит, вот я когда приезжаю к нему в гости, я вижу, что я с ним могу говорить на абсолютно любые темы, на такие темы, с которыми не со всяким человеком реально поговоришь. Понимаете? То есть Бог настолько его изменил, преобразил, и он преобразил наши отношения. Я скажу, наши отношения изменились не потому, что вот Бог там меня где-то принизил, его поднял, значит, Бог просто изменил нас. Я искал Божьего, он искал его. Понимаете? Я вам скажу, что я, ну, Бог через него делал какие-то вещи в моей жизни, которые не сделал никто другой, кого я вот уважал и ценил. Я вам скажу, вот, как-то я собрался в Киев на одну конференцию, в 2001 году было. Домашняя группа знала, что я еду, что я еду сам, он единственный пришел меня проводить. Я вам скажу, что когда я поехал туда, Бог там вот на конференции проговорил мне в отношении этого человека. Там была такая интересная ситуация, там была конференция такая мощнейшая в легкоатлетическом манеже и можете себе представить, несколько тысяч человек и там человек, который был на сцене говорит, давайте мы помолимся, попросим Отца нашего Небесного, чтобы Он показал, как Он нас любит. Все вместе начали молиться. Я вам скажу, не знаю, как остальным, но мне Бог реально показал, как Он меня любит. Мне так было в тот момент. А там короче был один вопрос к этому брату. Мало того, что я его не переваривал, он еще должен был денег и всячески он отмазывался от этого дела. Говорят, что христиане должны прощать друг другу. И вот в тот момент, когда я почувствовал, как Бог меня любит, Бог мне говорит, прости долг этому брату. А я как давай места писания приводить, которые говорят, ну вот, если он поручился, все такое. Единственный аргумент, который реально изменил мое отношение к нему, Бог говорит, я его люблю так же, как и тебя. А я только что почувствовал, Бог реально дал мне почувствовать, как он меня любит. Я понял, какое я право имею судить этого человека, ведь Бог его любит так же, как меня. Он простил его так же, как и меня. А если я берусь судить о нем, значит, я ставлю себя выше, хотя Бог нас одинаково воспринимает. И в тот момент, когда я сказал, хорошо, Господь, я согласен, вот только после этого Бог говорит, у меня есть планы для этого человека, у меня есть для него призвание, но вот этот момент он сдерживал. И я хотел, чтобы вот этот вот момент, хотел это устранить твоими руками из его жизни. То есть вот этот долг его тяготил, и он не мог двигаться дальше в своем призвании. Казалось бы, ну мелочь, что там немножко денег, причем не такая уж большая сумма. Но по факту Бог мне вот это показал, я искал Божьего, он искал Божьего, но мы были до определенного момента во вражде. И Бог для того, чтобы прославиться, допускал это до какого-то момента, а потом пришел раз и все изменил. Я вам скажу, я когда вернулся в Кишинев, так интересно получилось, я попал на домашнюю группу, и ну я был настолько переполнен, все, и лидер домашней группы там в конце, когда мы молились, говорит, вот давай сейчас вот молись за каждого человека, у тебя будет слово от Господа для каждого. Я начал молиться, я реально понимал, что вот Бог через меня говорил, и когда я подошел к этому человеку, я ему сказал, говорю, у Господа есть призвание для тебя, ему угоден твой путь, вот тот путь, который ты выбрал, следуй этим путем, и он следовал этим путем, я вам скажу, что он сейчас действительно в правильном месте. Я вам скажу даже больше, это можно сказать один из немногих лидеров служителей христианских, который принял решение, ну, скажем так, испытать Господа в том, что Бог действительно желает, чтобы церковь служила евреям, потому что я когда был у него зимой, вот после Нового Года, я его всячески доставал тем, что Бог хочет, чтобы ты и твоя церковь служили евреям. И он, я не понимаю, что я должен обойти тут все сороки и найти одного единственного еврея и начать ему служить. Я говорю, не, зачем так просто? Я говорю, попроси Господа, он тебе даст, что надо. Короче, доставал я его, доставал, доставал, в конечном итоге, он уже устал от моих увещеваний, говорит, короче, что ты от меня хочешь? Я говорю, от тебя ничего. Я говорю, давай мы просто помолимся и попросим Господа, если у него есть какие-то намерения для твоей церкви и для тебя лично, как пастыря этой церкви в отношении и познакомить с нужными людьми. Короче, прошло пару месяцев, он по скайпу мне пишет, короче, мы связались, он рассказывает такую историю. Значит, приезжают в Сороке команды из Германии, пятидесятников, которые служат евреям, то есть у них целенаправленно, они находят евреев жертв холокоста и служат им, помогают материально, помогают как-то физически значит и благовествуют им. Короче говоря, вот эта вот команда, они гуляли по Сорокам, проходили мимо его дома и увидели там в окошке рыбку христианскую и решили зайти познакомиться, вот просто так. Короче, зашли, познакомились, ну а он пастырь церкви, они все такие довольные, счастливые. Значит, его пригласили на встречу с местной еврейской организацией, ну то есть там своя еврейская община, которая, ну с христианами обычно не имеет дел. Его пригласили туда, ну вы представляете, эти ребята, они приехали, они поговорили, уехали, а тут вот Бог что делает, он находит человека, пастыря церкви здесь на месте, для того, чтобы вот этот вот контакт, он не остался просто забытым, просто каким-то единовременным явлением. Значит, и что происходит, они приглашают его на эту встречу, они общаются, значит, и церковь на себя обязательства помогать, в частности, периодически они ухаживают за могилами евреев на кладбище, приводят в порядок, значит, они там помогают, ну короче, помогают еще где-то что-то, ну чисто, вот репцентр взял на себя обязанность, некоторые служители церкви взяли на себя обязанность просто физически помочь евреям, потому что в основном это старые люди, и физически они многих вещей делать не могут. И когда церковь организует какие-то концерты, какие-то евангелизационные программы, кто-нибудь из этих евреев обязательно приходит. Почему? Потому что они уже знают этих людей. То есть смотрите, всего-навсего с одной небольшой вражды, с одного противостояния, которое было между мной и им, Бог впоследствии повел нас по жизни уже как сотрудников. Начиналось с тьмы, закончилось светом. И поэтому всякое противостояние, которое имеется в этом мире, оно может иметь далеко идущие последствия, мы просто даже не представляем. Поэтому не всякий конфликт, точнее я скажу даже больше, всякий конфликт находится под контролем Бога. И только Бог знает, для чего он допустил этот конфликт. Потому что возвращаясь к Якову и Саву, значит, Яков реально понимал, что он боролся с кем-то против кого-то. Там тоже долгие споры идут, потому что в оригинале написано боролся с Богом, там идет предлог им, то есть вместе с Богом. А вопрос, против кого он тогда боролся, если он вместе с Богом боролся. Но дальше интересный момент возникает, когда Яков встретился с Исавом, Исав отказывается брать дары Якова, Яков говорит, нет, если ты нашел милость в глазах моих, то прими эти дары, потому что я увидел лицо твое, как лицо Божье. Каким образом Исав связан с тем, лицо Исава связано с лицом Бога, который Яков видел ночью, накануне этой встречи. Я долго размышлял над этим, пытался сопоставлять все это. Я вам скажу, я к чему пришел. К тому, что Яков, он осознавал вражду с Исавом, он осознавал это противостояние, но в какой-то момент, именно в момент вот этой борьбы, когда Бог вместе боролся против кого-то или против чего-то. Возможно, Яков боролся против страха перед Исавом, а Бог ему в этом помогал. И когда Бог во время вот этого противостояния показал ему, что он инициировал эту вражду для того, чтобы в конечном итоге их примирить, у Якова прошел страх. Когда он понимает, что все под контролем Божьим, что Бог инициирует это. И мы видим, что в результате этого противоборства, противостояния в Пенуэле что происходит? Яков теряет свой страх перед Исавом. Исав теряет свое намерение уничтожить Якова. И кроме того, Яков получает обещание, что он будет переименован в Израиле. то есть Бог инициировал это противостояние, эту вражду для того, чтобы Яков смог стать Израилем. То есть для того, чтобы человек смог родиться свыше, Бог инициирует некое противостояние, некоторое противление в нашей жизни, вот эту духовную брань, для того, чтобы в этой брани мы смогли укрепиться, для того, чтобы пройдя через это мы смогли действительно родиться свыше и стать теми людьми, которых Бог ожидает видеть пред собой. Понимаете? Может быть, это немножко сложновато, но по крайней мере, вот такое объяснение у меня тогда укладываются многие вещи. Причем, опять же, смотрите, в отношении инициации вражды, после того, как произошло грехопадение, кто сказал, положу вражду? Бог. А если он положил вражду, была до этого вражда? То есть, в момент грехопадения внутри человека не было ничего, что противилось греху. Понимаете? После грехопадения Бог вложил что-то в человека, что начало вызывать в нем ненависть, отвращение к греху, откуда и вражда пошла. Понимаете? Потом в отношении Иова вспомните, пожалуйста, кто инициировал вообще все эти события? Бог инициировал вот это противостояние, вот все вот эти ситуации в жизни Иова. Зачем? Я вижу на это ответ в конце книги Иова, когда Иов говорит, вот, сейчас давайте лучше прочитаем, оно очень интересно. Это последняя глава книги Иова Иова На это я тебе отвечу местом из Писания, когда Иосиф говорит братьям, вы замышляли против меня зло, Бог обратил это в добро. То есть поскольку в этой вселенной к сожалению есть силы желающие нам зла, Бог иногда допускает им делать что-то в нашей жизни, но Он это потом выводит на такой уровень, если мы остаемся верны Ему, на котором зло уже не может нам причинить никакого вреда. То есть Бог не является инициатором зла, Он является инициатором вражды против зла. Вот Йов 42 глава. Так я не понял почему у меня оно так странно открылось. Я со второго стиха начну. Знаю, что ты все можешь и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей обращающий проведение ничего не разумея, так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Как вы думаете, если вы хотите узнать человека, что лучше, просто слышать о нем или видеть своими собственными глазами и иметь возможность говорить лицом к лицу. Вы видите, что Иов говорит о том, что он в результате всех этих событий, он только слышал о Боге, а после всех этих событий он может с ним общаться лицом к лицу. Теперь я вижу тебя, он говорит. То есть, когда Бог допускает какие-то события, какую-то тьму в нашей жизни допускает, а не творит, вот это все допускается с одной лишь целью, чтобы мы прошли через это, укрепились и в следующий раз нам это не смогло причинить никакого вреда. Я вам скажу, у меня это вызывает такую простую ассоциацию, вот когда скажем, маленький мальчик боится темноты и папа берет его за руку и проводит через эту темноту и когда они проходят через это, он говорит, сынок, ты видишь, на самом деле ничего страшного и после этого мальчик уже не боится. Почему? Потому что он через это прошел, он удостоверился, он убедился, он своими собственными глазами увидел, страшного, что страшного на самом деле ничего. Но для этого понадобилось, чтобы мальчик прошел через этот свой страх, а папа его провел, ведя за руку. Точно так же Бог проводит нас через какие-то события в нашей жизни по одной простой причине, чтобы мы научились не бояться этих вещей. Понимаете? То есть на самом деле, когда мы с Господом, нам бояться нечего, но к сожалению у нас есть еще определенные страхи. Поэтому Бог нас иногда проводит через какие-то ситуации. Если человек боится потерять работу, он может потерять работу, может и не потерять. То есть у Бога свои пути для каждого человека. Но есть просто какие-то моменты, через которые Бог нас проводит, для того, чтобы показать, что на самом деле Он все может. его намерения никто не сможет остановить.